всем привет дорогие друзья с вами александр и сегодня мы с вами друзья рассмотрим коляску от компании питуса моделька у нас называется matrix 2 xl это колясочка сейчас последнее время идет такой тренд делать из ультра компактных колясок для путешествий коляски всесезонки путем внедрения туда более больших размером размеров колес соответственно тем самым и и делают более вседорожной и если там не полуметровый снег то в принципе у вас получается хорошая вседорожная колясочка компактного и относительно легкого веса компактного размера не очень интересная такой сегмент появился интересные на рынке и почему бы его не рассмотреть если вы хотите что-то такое вот сбалансированное чтобы у вас была хорошая прогулочка но в то же время была компактная как по мне очень интересные предложения сейчас на рынке и питуса среди них заняла такую хорошую серединку скажем так по цене качеству здесь все очень хорошо и перед началом обзора друзья кстати хочу попросить подпишитесь пожалуйста внизу по ссылке на мой telegram канал на vk видео и на rutube rutube только что он запустил канал там еще практически нет подписчиков вот заодно поддержите меня и туда будут выходить все видео новые и соответственно потихоньку буду заливать и старые тоже канал разрастется с вашей помощью друзья ну а мы начнем в двух словах сначала назову вам базовые данные характеристики точнее говоря и потом продолжим цвет у нас emerald mood называется это мятный цвет так питуса если вдруг не знаете это испания 9 и 3 килограмма друзья вот за счет того что на компакт одели большие колеса это не может не отразиться на весе коляски так что 9 и 3 принципе все что то 10 килограмм это достаточно легкие коляски вы же не носите на горбу это сложили убрали сложили багажник положили на полку еще что то так наклон у нас очень хороший диапазон у нас наклона спинки 115 170 хорошая посадка с 7 месяцев производитель позиционирует эту колясочку до 4 5 лет потому что 22 килограмма она выдерживает и 53 у нас колесная база комплект входит друзья вот почему она стала такой больше всесезонный в комплекте вы видите вот такую вот накидку на ножки крепится она у нас такими ремешками на металлических кнопках то есть не липучки никуда ничего не слетит она вот такая вот глубокая заворота такой вот кармашек дополнительно здесь сделан для чего-нибудь и она толстая непромокаемый не продуваем она действительно толстая как зимняя такая хорошая куртка вот поэтому зимой ребеночек будет хорошо себя чувствовать будет ему тепло и задавать не будет так друзья что касается ручки ручка здесь у нас обито эко кожи и сразу хочу подметить эта коляска не из дорогих колясочек это такой средний сегмент здесь очень приятная тактильная мягкая эко кожа хорошо ровненько прострочено очень приятно держать она ощущается дорогой к кожи поэтому вот как по мне в этом плане они молодцы не сэкономили в комплекте также идет подстаканник давайте взглянем что-нибудь еще там есть в комплекте так еще будет идти помимо ножки накидки имею ввиду сумка чехол для транспортировки ремешок для запястья вот этот вот вы его одеваете чтобы она у вас случайно дорогу не выкатилась вот фирменная москитная антимоскитная сетка и фирменный дождевик друзья по ссылке будет по в описании будет ссылка пройдите по ней и вы увидите цену и вот такая комплектация в такие деньги я просто не знаю второй такой коляски поэтому мое почтение так ручка здесь никак не регулируется мне практически все коляски подходят внизу по ссылке пройдете опять же когда цену будете смотреть там есть детальные характеристики там указана высота ручки от пола до ручки будет расстояние указано так что касается друзья ткани ткань приятная эта ткань из опыта могу сказать хорошо себя зарекомендовала как такая достаточно износостойкая естественно защита от ультрафиолета это такой же золотой стандарт также у нас есть смотровое окошко с моски . и магнитик папа и на магнитике все фиксируется вот эта секция у нас открывается и закрывается можно ее собственно открыть но скорее всего вы ее откроете так и будете пользоваться козырек у нас достаточно большой и вот сейчас вы видите коляска в разложенном состоянии и у нас по бампер собственно все это дело закрывается сожалению здесь есть нюанс козырек он не бесшумный есть небольшой щелчок но в принципе вы на улице будете пользоваться ребенок от этого не испугается я думаю все будет нормально здесь просто такая плотная фиксация дальше давайте посмотрим что сзади у нас здесь кармашек и вот эта часть летом если будете эксплуатировать открыли здесь есть специальный зажимчик все фиксируется и ребенку все проветривается как по мне все сделано по-человечески хорошо давайте посмотрим как регулируется она у нас регулируется с помощью ремешка ведь и просто тянем и поднимаем чтобы опустить очень удобно рычажочек нажимаем поднимаем просто тянем это такая гибридная система если чешком и с ремешком так давайте на сидушку посмотрим в комплекте идет вот такой вот непосредственно хотел сказать матрасик ну это подушечка под голову ребенка пятиточечные ремни магнитный ремешок что в таком ценовом диапазоне тоже не часто встречается также у нас бампер единственный недостаток он не откидывается вниз вот больше никак но он с металлическим креплением чаще всего в в колясках даже более дорогих пластика бывает поэтому здесь как бы не экономили также есть перемычка можете не пристегнуть даже ребенка просто посадить и он не проскользнет очень удобная тема так у нас получается нижняя часть она полностью в как кожи и ступенечка для ребенка то что низ весь в какой же это здорово потому что это практично вы просто можете с легкостью все это протереть почистить так друзья давайте теперь посмотрим с вами на колеса амортизацию и на багажник что у нас с вами друзья по основанию я всегда коляски пережимаю гну смотрю на качество сборки здесь вот на удивление опять же вспоминаем стоимость по ссылочке пройдете посмотрите за эти деньги сборка прям ну очень хорошая очень плотная зазоры между элементами минимальные общем мое почтение что касается амортизации друзья обычно спереди достаточно плотно амортизация бывает здесь она на самом деле очень мягенькая что бывает очень редко на самом деле сзади у нас тоже хорошая амортизация тормоз у нас получается что оба раза подошвой мы ставим снимаем тормоза это очень удобно и также у нас я считаю эталонный багажник он не сеточки он с плотной ткани большой глубокий с плотным твердым основанием и получается сюда хороший доступ и спереди и сзади можно всего накидать что-то крупненькое в общем как по мне вот с основанием здесь очень хорошо все кажется просто резиновые естественно они не надувные друзья так теперь давайте посмотрим как ее можно сложить как это вообще выглядит так давайте теперь разберемся как ее сложить но я думаю здесь все по классике на ручке две кнопочки установлены маленькая страховочную сначала нажимаем потом большую и у нас размыкается весь механизм для складывания и собственно вот так это все происходит все это можно поставить бампер снимаем соответственно она меньше вспоминаем что в комплекте идет транспортировочный транспортировочный чехол для колясочки поэтому в принципе как по мне для всесезонки это очень хорошо по факту вот размер колес он чуть-чуть всего лишь уступает обычным книжкам которые складываются пополам они в три раза которые тоже считается как бы всесезонки поэтому здесь вы проиграли капельку совсем диаметре колес получили вот такую компактную вещь на которой можно ездить круглый год друзья даже в принципе спокойно зимой но если снега навалит полметра вы на других колясках не проедете поэтому я рекомендую вам если ищите коляску на круглый год особенно кто у нас более теплых регионах живет зачем здоровые неудобные коляски вот этот сегмент на самом деле он очень хорош этих колясков много и у муны и у коррелла и у тутиса его эспира на самом деле рынок сейчас наполнен ну и визины тоже есть хорошие колясочки вот наполнен такого рода колясками но там наверно чуть-чуть все-таки подороже будут а вот этот вариант он у нас по цене качеству прям вообще превзошел все мои ожидания друзья собственно ладно все что хотел рассказать рассказал друзья обязательно подпишитесь на мой telegram рутюб и в к видео внизу по ссылке поддержите просто мои все эти каналы чтобы они тоже скажем так развивались там же вы можете посмотреть все остальные ролики в первую очередь и они не заблокируются их надеюсь друзья в россии так что вопросы остались пишите комментарии пообщаемся с вами там в новом хорошего грамотного выбора всем пока